Решает, то есть как бы древесина, очевидно, низкого качества. В детских игровых элементах это использовать, ну, крайне непосредственно. Теоретически игра на этой конструкции может стать последней. Игровой комплекс «Пирамида» – часть зеленой зоны на Южном, которую благоустроили в прошлом году по проекту формирования комфортной городской среды. На всю площадку ушло 93 миллиона рублей. И у экспертов ОНФ к ней есть вопросы. Например, все та же «Пирамида», по их мнению, опасна для жизни и здоровья детей. В проектной документации предусмотрен Свердловский производитель, однако по факту мы видим, что производитель барнаульский. Мы обратили внимание на то, что существует существенное отличие от оригинального производителя с тем, что установлено по факту. Например, в оригинале вертикальные несущные элементы выполнены из цельного бревна. Барнаульский вариант – из бруса. То есть конструкция, на которой играют дети, ходит ходуном. Отметим, высота конструкции – около 10 метров, вес – более 5 тонн. Крепление должно быть ровно, соответственно, понятно, что проставками можно временно исправить ситуацию. Какие-то элементы у нас с использованием обрезков, по-другому это не назовешь каких-то подставок. То есть то, что было под рукой, то использовали. Из верхней части мы видим, что крепление этих балок отсутствует. Соответственно, жесткости никакой не будет. А весь прошлогодняя трагедия на батуте, которая произошла у торгового центра в районе Докучаева, еще раз показала, что безопасность детей в игровых зонах полностью и целиком – ответственность взрослых. В зоне приземления присутствовали элементы из бетона. Ну, мы видим, что их поправили. Однако, как в том анекдоте, да, забыли убрать. К малым архитектурным формам тоже есть вопросы. Где-то крепление присутствует, где-то крепление уже вырваны. Я боюсь, что мы вырвем. Надо сказать, что местные жители все равно рады площадке. Это лучше, чем ничего. Другой вопрос – как это можно было реализовать. Но зачастую и маленькие южане сами не ценят то, что для них сделали. Тут, как и заросли были, никто не ходил, только пили. Но дело в том, что, посмотрите, ведь много все разрушили, все поисписали. Но не прошло года, что уже есть. А самое-то страшное, что бывает, что отрывают вот эти вот от тумбочек вот этих и от лавочек. Портят просто скамейки. Не только гарантия, но и содержание объектов – тоже важный вопрос. Кто будет следить за всеми новыми площадками? Нужно или выделять дополнительные средства на содержание этих территорий, или создать специализированную структуру, которая будет осуществлять управление вот именно парками и общественными территориями. Потому что на данный момент содержание не предусмотрено в бюджете. Тема остается актуальной, ведь до 30 мая жители Алтайского края должны выбрать общественные территории для благоустройства уже в следующем году. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком.